Монтаж Чтобы знать, где должен быть установлен каждый из компонентов Отметьте положение термостата на стене Ориентировочно на высоте в полтора метра от уровня бетонного основания Место установки должно быть защищено от прямых солнечных лучей и сквозняков Просверлите в стене отверстие диаметром 65 мм для установки подрозетника под термостат Просверлите два отверстия в стене под термостатом максимально близко к уровню пола Для бетонных стен выполните дисковой пилой прорези в стене А затем при помощи долота удалите бетон между ними, сформировав желоб для прокладки кабельных каналов Очистите бетонный пол при помощи пылесоса Убедитесь, что пыль полностью удалена Аккуратно закрепите эластичную ленту или уплотнение на стене по периметру обогреваемой площади Она будет служить в качестве температурного шва Кроме того, необходимо предусмотреть подобные тепловые швы Между независимо работающими контурами обогрева и прилегающими необогреваемыми участками Пропустите гибкие кабельные каналы сквозь подрозетник и закрепите розетку на стене Измерьте сопротивление изоляции, используя испытательное напряжение не менее 500 Вольт Мы рекомендуем использовать испытательное напряжение 2,5 КВ Сопротивление должно быть не менее 100 МОм Запишите результат измерений в журнал выполнения работ В случае деревянного основания пола уложите прочную полиэтиленовую пленку При монтаже на плитку вместо пленки используйте клей Т2 рефлекта Афикс Нанесенный на основание пола для приклеивания листов Т2 рефлекта к нему Приклеивайте их по одному Начните укладку листов Т2 рефлекта с угла Начинайте с установки торцевого листа Направление укладки листов должно быть перпендикулярно предполагаемому направлению укладки напольного покрытия Выполните в одном из листов рефлекта паз 1 на 50 см для датчика температуры пола Для фиксации кабельного канала приклейте с обратной стороны листа полоску клейкой ленты Продолжение следует... Пропустите датчик температуры пола через кабельный канал Не забудьте Установите торцевую заглушку Чтобы начать новый ряд, разрежьте лист рефлекта пополам так, чтобы стыки листов располагались в шахматном порядке Для резки переверните лист вверх дном, а затем удалите все острые края алюминиевого слоя Продолжайте укладку листов рефлекта, пока не будет покрыта вся поверхность Продолжение следует... Продолжение следует... Пропустите один конец греющего кабеля через вертикальный кабельный канал по направлению к термостату Подготовьте кабель к подключению, используя комплект для подсоединения Удалите внешнюю оболочку на длине 120 мм с торца кабеля Затем ослабьте и скрутите экран кабеля Не спешите, выполните эту операцию аккуратно Удалите внутреннюю оболочку на длине 110 мм Продолжение следует... Продолжение следует... Надвиньте небольшие термоусадочные трубки на оба проводника и оплетку Используя тепловую пушку, осадите термоусадочную трубку Установите большую термоусадочную трубку и осадите с помощью тепловой пушки Затем аккуратно обожмите ее между проводниками при помощи плоскогубцев Установите все компоненты в подрозетник Начните установку греющего кабеля T2 RED в пазлы листов T2 Reflecto Расстояние между нитками кабеля определяет удельную мощность обогрева Продолжайте укладку греющего кабеля, пока не будет покрыта вся необходимая площадь Продолжение следует... Обрежьте греющий кабель для установки концевой заделки. Удалите около 40 мм внешней оболочки с торца кабеля. Сдвиньте оплётку назад и отрежьте 25 мм кабеля. Надвиньте термоусадочную трубку на половину длины конца кабеля. Осадите трубку при помощи тепловой пушки. Затем аккуратно обожмите её плоскогубцами для герметизации конца кабеля. Надвиньте оплётку на осаждённую трубку. Выполните термоусадку торцевой заглушки с помощью тепловой пушки. Продолжение следует... Да, не забудьте повторно выполнить измерение сопротивления изоляции и занести результат измерений в журнал «Выполнение работ». Установите термостат. После установки термостата включите напряжение питания. При закрытых окнах и дверях через 15 минут измерьте потребляемой системой обогрева ток. Во время измерения греющий кабель может быть не накрыт. Запишите результат измерений в журнал «Выполнение работ». Сила тока должна составлять ориентировочно 37 мА на метр длины кабеля. Продолжение следует...